Рамзан Кадыров назвал рейдерским захватом слияние крупнейшего маркетплейса России, компании Wildberries и малоизвестной фирмы, специализирующейся на наружной рекламе, Rus Outdoor. Кадыров пообещал пойти до конца, чтобы воспрепятствовать сделке и вернуть в семью основательницу и главную владельцу Wildberries Татьяну Бокальчук. Сама Бокальчук никуда возвращаться не собирается и называет происходящее разводом. А самое пикантное в том, что сделку, против которой бьется Кадыров, одобрил лично Путин. Об этом сейчас и поговорим. Здравствуйте! Сегодня среда, 24 июля. С вами Максим Блант и свежая новость дня. Слияние крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. По данным Федеральной антимонопольной службы, доля рынка интернет-торговли у Wildberries составляет 47%. И компании Rus Outdoor, которая специализируется на наружной рекламе, неожиданно превратилась в захватывающий криминальный мелодраматический сериал. Сделка не понравилась мужу основательницы и главной владелице Wildberries Татьяны Бокальчук-Лудиславу. И он не нашел ничего лучше, чем пойти к Рамзану Кадырову. Жена ухла из дома, связалась с непонятной компанией, которая по гринам объединения, нажимает бизнес, выводит активы. Человек, который своими руками строил бизнес, и этот бизнес, разрушая семью, забирает какие-то черти. Я за этим делом буду до конца идти. Ну, про человека, который своими руками строил бизнес, Кадыров, конечно, загнул. Бизнес создавал, а потом и руководил им Татьяна Бокальчук. Хотя вообще речь Рамзана Ахматовича была не особенно связной. Так что для верности в его телеграм-канале под видео буквами написали текст заявления. Там, в частности, говорится, цитата. По моему поручению вопросом займется мой дорогой брат, все с большой буквы, депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов. Лица, известные своими рейдерскими махинациями и причастные к этим незаконным действиям, должны остановить этот процесс, вернуть супругу Владислава и бизнес в семью. И в этом вопросе я дойду до конца. Дорогой брат Адам Делимханов послание услышал и высказался в том смысле, что для брата сделает все и даже больше. И тут на сцене появляется владелица Вальдберис Татьяна Бокальчук. Всем привет! У меня все хорошо, я жива-здорова. Как вы видите, я не являюсь заложницей, как кавказской пленницей. Я ни от кого не прячусь и ничего не скрываю. Младшие дети сейчас находятся на отдыхе с моей мамой, а старших детей я позавчера лично проводила на поезд в другой город. Теперь, что касается бизнеса. У Владислава действительно 1% акций, что подтверждено вот этим документом. И он не принимает участие в управлении компанией. 20 лет назад я создала эту компанию, и сейчас это одна из лучших платформ для наших клиентов, для наших продавцов и для других наших партнеров. Я считаю, что личная жизнь каждого человека – это личное дело этого конкретного человека. И буду рада, если мне позволят подробности моей личной жизни оставить при себе. Тем не менее, я подтверждаю начало бракоразводного процесса. Теперь по сути. Сделка действительно выглядит немного странно. Хотя бы потому, что компании выступают в разных весовых категориях. У Ручка Вайлдберрис по результатам 2023 года почти в 20 раз выше, чем у партнера по слиянию, который, впрочем, получит более трети долей в новой компании. Впрочем, планы у новой компании наполеоновские. Создать российский аналог SWIFT, покорить мир, начав со стран СНГ и прочих дружественных стран. В заявлении говорится о завоевании стран Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая. Остаток, правда, все равно остался. Сложно забыть прошлогодние регулярные облавы на подмосковных складах Вайлдберрис с отловом легальных и не очень легальных мигрантов, которые там работают, с отправкой их части на фронт. Крови тогда правоохранители попортили много, тем более, что один из рейдов состоялся в канун Черной Пятницы, дня, который для интернет-торговли переоценить сложно. Тем не менее, слияние благословили и в правительстве, и в Кремле. По информации РБК, курирует его замглава администрации Максим Орешкин, а Форбс со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пискова пишет, что его письма надобрил сам Владимир Владимирович Путин, выпустив соответствующее распоряжение. Впрочем, Кадыров, видимо, Форбс не читает, так что говорить о том, что он решил потягаться в крышевании бизнеса с Путиным, пока преждевременно. Но так или иначе, вся ситуация возвращает нас во времена, когда люди коммерческие споры решали с помощью бандитов. Диалог Владислава Бакульчука с Рамзаном Кадыровым хоть сейчас бери, да и вставляй в криминальную мелодраму о лихих 90-х. Так или иначе, но даже если после заявления Татьяны Бакульчук, Кадыров с Делимхановым притихнут, говорить о том, что это конец истории, рано. Раз уж дело зашло о бракоразводном процессе, мы все можем стать свидетелями еще одного грандиозного, беспрецедентного шоу. Компания Wildberries совместно нажито имущество, и если иное не предусмотрено брачным контрактом, бывшему мужу в ней причитается доля, причем изрядная, за которую можно посудиться. Обычно этим занимаются бывшие жены миллиардеров, причем отсуживают немало. А вот чтобы муж судился за долю в бизнесе, такого я не припомню. Кадырова ситуация может и шокирует, но жизнь не стоит на месте. И хотя бы это неплохо. На этом же у меня на сегодня все. С вами был Максим Блат. До встречи.